Каждый раз все начинается с самого начала. Но это приходит как сон, незабываемый сон. Вдруг они выскочили и захотели быть. Я даже зарисовал бы это, как совершенно готовый существующий объект. Я вообще считаю главной продукцией моего творчества то, что называется пущеркушками. То, что приходит в голову и должно быть мгновенно зафиксировано без малейших размышлений об эстетике или о технике или о чем бы то ни было. Раньше я пытался серьезно подходить к работе и потом искать варианты, строить путь. И потом, в свою очередь, я заметил, что возвращаешься именно к этой первой пущеркушке. Вот сейчас они приобрели некоторую форму собрания, и их 7 тысяч насчетливается. У меня было кризисное время. Что-то я сделал такое, что решил, что я никогда больше заниматься скульптурой не буду. И тут-то я и начал ей заниматься. Важное событие в моей жизни – это знакомство с архитектором Красильниковым, покойным Шульрихтером. Они построили универсальный театр в Туле. Я уже сделал какие-то эскизы. Кто-то меня научил этой технике. Технике отливки в песок, в контрформу. Но это, собственно, работа, которая не требует никого усилия, что в воздух перемещать, что небольшое количество песку. Песок – такой сладостный материал. Я довольно долго делал вспомогательные работы, которые есть в Третьяковке. А потом за две недели мы с помощником сделали этот рельеф длиной 11, высотой 2,40. Эта работа имела отзвук в архитектурных кругах. Я думал, у меня завалит работа, ничего подобного. Но я ни разу не вернулся к работе в этой технике. Меня никуда ни к чему не приписывали. Как и сейчас. Мне совершенно не нужно. И как это называется, мне тоже все равно. И не то, чтобы я стараюсь держаться особняком, оно просто так живется. После выставки нашей 70-го года, выставки 13-ти, начали брать работу. Это был, конечно, перелом и в сознании, и в общем, в мироощущении. Мне очень нравятся Игорь Шелковский, Лена Мунц, Соков, Касала. Из европейских мне очень близок «Лючевый фонтан». Со временем я выбираю все менее материальный материал. И даже делал выставку, которая называлась «Не вещь». Это была выставка, собственно, теней. Меня все меньше привлекают традиционные, трудоемкие, драгоценные материалы. Собранный на совок мусор является собой модель Вселенной. При внимательном рассмотрении. Надо только уметь это экспонировать. В 90-м мне дали эту мастерскую. До этого у меня была мастерская на Нижнем Масловке. Да, дома этого нету. Даже на месте этого дома разворот третьего кольца. Выломали пол, тоже погрузили и привезли для всяких технических нужд. Доски положили на антресоль. И не прошло и нескольких дней, как они стали на меня как бы осыпаться и требовать для меня воплощения. И я все их употребил на изготовление. Скульптуру под названием доски. Это был как раз момент, когда я опять решил, что я больше не буду заниматься скульптурой. А вообще буду делать акварельки только. Миниатюрки маленькие. И это же условно называется журпость. Я очень люблю что-нибудь пачкать, да. Я из своего окна на шестом этаже рисую деревья, которые напротив. Сейчас видна тончайшая конструкция, поток этих необходимостей. Невероятно интересно. С возрастом неизбежно приходишь к некоторому состоянию, когда вопросы техники перестают тебя уже волновать. Ты понимаешь, что любое прикосновение, если ты его сделал свободно, это проявление необходимости. Такое же, как погода там или... Как все.